всем доброе доброе утро всем здравствуйте рада вас приветствовать на своем канале меня зовут ирина мне 48 лет я живу в казахстане и снимаю влоги о своей личной жизни кому интересно подписывайтесь оставайтесь будем дружить но у нас начался новый день и новые проблемы как вы уже знаете я сейчас еду к зубному очень что-то боюсь хотя знаю что будет не больно все равно как-то мне не по себе того что я понимаю что на час не выдачет мышьяк и будет пломбировать не так пломбировать как вот это вот будет жужжалкой своей там лазить от этого мне не по себе хочу сказать большое спасибо за комментарии очень много комментариев было ко вчерашнему ролику один комментарий конечно очень обидел мою подписчицу она так сильно расстроилась даже плакала а мне было смешно грунт что-то расстраиваешься но люди разные у каждого разное мнение если ты будешь так реагировать ну не знаю хотя чё учу сама наверно так же бы отреагировала в общем она же не сама ко мне приехал я же ее пригласила поэтому как бы она подрастроилась ну я уже ее успокоила ничего страшного сегодня мы с ней будем делать кабачковую икру сейчас приедем и займемся будем работать поте лица сегодня по максимуму она мне поможет переработать кабачочки чтоб потом уже мне полегче было так что все нормально ей не до мужиков она приехала мне помочь и спасибо ей большое что она согласилась это сделать ну все поедем до кем уже сигналит мне едем 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 с другой стороны выехали эту дорогу тоже покажу вам вот кто-то мне вчера писал про старую тихоновку и новую воде сейчас мы будем проезжать старую тихоновку мы частенько ездим по этой дороге но если кому-то надо прям чтобы я сняла новую тихоновку напишите мы съездим снимем что именно вас там интересует потому что это наш шаговой доступности от нас это беспроблемно до кен будет выходной если надо мы проедем за с ними а если просто так то вот издалека смотрите на старую едем 23 микрорайон в тот же стоматологический кабинет надеюсь что сегодня последний мой визит час она мне наверно поставить уже все равно жутковато немножко мне не по себе а потом надо купить мне болгарский перец и зелень там хочу сделать еще кое-что с кабачков туда нужна зелень если сейчас куплю то значит сделаем погода опять сухая без дождей я так не хочу дождь сейчас развезет грязь и сразу будет сырость вот не хочу а так сухие солнечные денечки хоть бы еще сентябрь-октябрь постоял удакена страшенная аллергия на полынь уже капли пьет финистил все равно что-то не очень помогает они с евриком у меня два этих аллергетика но еврик сейчас меньше стал чесаться все-таки ему таблеточка помогла а может быть у него аллергия на такой компонент который уже отцвел не знаю в общем девочки мальчики я уже вернулась но про ужас и зубного кабинета я рассказывать наверное не буду в подробности там капец что творилось я была там два часа и десять минут представляете все это время мне открыли вот так мой рот и там ковырялись ковырялись три канала три нервы убрали в общем там я еле выдержала ну ничего все уже позади все сделано я думала что она мне сейчас скажет еще 17 сверху доплатить так она была в шоке в общем она говорит очень сложный зуб зря за него вообще взялась его надо было удалить я уже там все передумала думаю сейчас еще скажет плюс 17 сверху да или вообще скажет давай удалим в общем на терпелось жуть но уже все позади я уже дома заехали в магазин я купила долгарский перчик купила зелень правда зелень супермаркета вот такая ну ничего а цена 311 за килограмм стоит такая зелень в общем зелень супермаркета будет сейчас мы перекусим время у нас то уже обед 15 00 представляете я пол первого уехала сейчас мы перекусим я быстро я вчера варила куриный бульончик сейчас быстро закину лапшичку покушаем супчики будем заниматься икрой как я и говорила юля уже начала чистить сейчас сейчас стол уберем покушаем потом дальше будем продолжать видите что у нас творится тут тут режем тут чистим там лучок сейчас еще морковочки надо пойти накопать хочу опять ответить татьяне на ее комментарии смотрю на там еще приписала татьяна юля очень хорошая скромная женщина она не навязывалась я ее сама пригласила в гости чему я безумно ей благодарна что она согласилась приехать и мы хоть немножко пообщались я со многими так знакомы у меня еще есть подписчица светлана дит мы с ней уже встречались неоднократно у меня есть наталья с родниковского моя подруга с которой мы тоже познакомились через телефон можно сказать и общаемся и дружим и все нормально так что не переживайте вот такой словила супчик на обед очень вкусненький бульон прям просто замечательный сейчас перекусим и приступим к работе что мои хорошие приступаем будем делать как я и говорила кабачковую и лягушку на болоте только из кабачков вот они кабачки сейчас я отделю 3 килограмма на икру сначала сделаю икру поставлю варить а потом уже лягушечку там попроще уже будет в игру я сейчас сделаю положу еще морковку лук болгарский перец и томатную пасту так как у меня нет помидора если у меня были помидоры я бы положила помидорки но в лягушку только положу перец и томатную пасту но сегодня положу томатную пасту 500 грамм как мне писали что я положила мама вот поэтому посмотрим что выйдет и все овощи уже мы все перечистили сейчас будем резать складывать и все и наш процесс будет налажен так сказать буду резать перчик вот сюда я отмерила полтора кг сейчас я его перележу чтобы меня освободить чашку потом взвешу кабачки перережу сейчас все у меня будет такой рецепт все туда закидаю залью масло сахар соль и буду тушить где-то часа полтора-два наверно потом добавлю уксус что там еще посмотрим а и чеснок и все заблендерю и по баночкам стерилизованным ну а лягушку потом буду резать тоже расскажу вам морковку наверно можно на терке что ли сделать не знаю сейчас посмотрим я вот так в общем все крупновато режу все равно она все сварится и все будет блендериться перчик у меня разного цвета ну хорошенький я купила перчик симпотненький такой я не заморачиваюсь прям все в грамм 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 нет приблизительно взвешиваю пойдет потом я на вкус конечно попробую чтобы соль меня там устраивала уксус сахар чтобы все было как положено все я думаю кто каждый год ее делать те уже и где на автопилоте так вот мой перчик вот лучок видите сколько здесь даже не знаю 9 головок на глаз думаю достаточно сейчас тоже перережу своим новеньким ножичком видите как он хорошо резать я прям довольно режет на ура а то у меня уже те такие все тупые ножи ужас их мне кажется уже тачи не тачи толку никакого доходе к толку никакого морковку я сделаю на терке мне кажется так быстрее не знаю правильно или нет но патрон и все конечно еще можно было бы добавить помидорных у меня нет мы все съели они сейчас не спеют холодно на улице поэтому я добавлю томатную пасту и все сейчас гляну по рецепту сколько масла мне там надо и сахар и соли ну так же думаю как наверное и на лягушку сейчас гляну до подстраховки и все и ставлю варить будет вариться часа полтора-два наверно где-то так смотрите девочки мальчики получилась полная моя сиротская кастрюлька я сейчас включаю так медленное огонь надо сделать помедленнее тонн это сильно большая комфорта у меня плющи до стакан масла это в общем у меня на 3 килограмма кабачков такой у меня рецепт будет масло полторы ложки соли я положу и три ложки сахара так раз два полторы и положу горький перчик обязательно у меня стручках нету я так посыплю жгучий все будем сейчас тушить сейчас сахар еще положу будем тушить а потом еще чеснок и томатную пасту добавлю все все закрываю крышкой так что видите как мы играючи уже забабахали одну кастрюльку сейчас будем вторую делать юля уже мне здесь начислила кабачки она мне помогает ассистирует мне так хорошо она с нее такой хороший оператор так хорошо она за мной ходит но в кадр она не хочет сказала как-нибудь без меня ну хорошо говорю хозяин барин не хочет не хочет всякие же люди бывает она стесняется она очень сильно расстроилась поэтому не хочет вот будем сейчас резать два кабачка у нас еще осталось и что у нас еще туда и болгарский перец нам надо перед перемолоть сейчас мы это все сделаем нарезаю кабачок сейчас здесь забабахаю лягушечку из кабачков как я вам говорила уже вот этот перчик я сейчас пропущу через свой свой чудо аппарат кабачки сейчас дорежу и поставлю тоже на огонь потом добавлю томатную пасту чеснок горький перец все потом начнем мыть банки после того как сварится добавим естественно свой сахар по банкам раскидаем под шубу и вуаля все у нас будет готовченко мне нравится так работать быстро не то что одна пока помоешься пока почистишь потом столько уборки сегодня мне нравится оператор есть с этой камерой по всей кухне бегаешь как ужаленный в одно место а сегодня прям красота четыре руки хорошо когда быстро делается две руки это пока папа был пока почистил пока порезал 6 6 рук вообще все быстро будет шучу и конечно это на мои последние заготовки вот нет еще капуста впереди и аджика все таки будет ребята у нас уже аромат на всю кухню такой этот осенний запах смотрите какая красоте ничего не проиграет потихоньку дает сачок ой но запах вообще не сразу мне почему-то сразу вспомни из 90-е годы как мы тоннами варили еще и на печке не знаю почему это пришло на ум но это очень вкусно очень родной запах варить моя и корочка варить волатая ох как мне нравится моя вот это вот машиночка спасибо настеньке что она мне ее подогнала не надо мясорубку мыть раз смотрите пожалуйста видите красоте не надо разбирать эту мясорубку то она у нас такая бандура поставить а тут раз и все я сейчас только ей пользуюсь мясо конечно нет мясо и вообще уже сто лет не перекручила всегда что-то беру готовый фарш хотя надо бы сама конечно крутить и вот таким макаром весь перец перемалываем и мы девочки одно удовольствие не то что мясорубку смотрите раз губочкой прошел уже все чистенько нравится мне это штуковина и она вот то что она оригиналовская еще вообще служит она мне уже верой и правдой года четыре девочки смотрите меня какая сиротская сахарница так добавляю сюда две ложки сахара это я ходила в плодовку за сахаром насыпаю такое ведерко потом она у нас здесь стоит когда надо в сахарницу добавляем я прикалываю сиротская сахарница так вот моя лягушечка сюда мы значит сложим ложку соли полторы ложки сахара потом добавим томатную пасту уже после того как проварим немножко ой и уксус бы мне еще не забыть и острый перчик а то я что-то на своей волне сейчас тоже вот это вот поставим пускай потихоньку варится чесночок у нас уже готов где-то там его поставила все сейчас проварим часок полтора а пока будем заниматься подготовкой баночек вот такие мелочки так ребятки прошло час двадцать смотрите у меня здесь какая красота сейчас я сюда буду добавлять буду добавлять томат томат где мой томат это у меня открытая банка да томата ай ой 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 томата добавлю побольше вот смотрите так так наверное будет 500 грамм будет я думаю так и еще еще сюда добавлю чесночок чесночок мы вот здесь уже приготовили ну сразу на два салатика ну сколько ну вот так положу и еще пускай минут ну 20 еще покипит пускай на медленном огне и потом уже будем разливать в баночки вот видите какой он уже будет красный красный сейчас раскипится все это потом попробую на вкус и еще добавлю уксус и все я думаю не хуже чем с огурцов вон он такой же хороший не получается мне нравится все пускай пускай тушится ну все ребятки готово уксус я хочу добавить вот сразу прям в кастрюлю вот на свою эту порцию я добавлю не полную столовую ложку вот так сейчас все перемешаю кто-то добавляет пока варит кто-то сразу в ванночке но я решила сделать так цвет мне нравится правда я положила больше томата прям красоте красотище так уксус надо сразу убирать закрывать все баночки смотрите какие у меня симпатичные это мне юля привезла в подарок такие баночки штук 12 наверно привезла вот я решила в них разложить без мамы не могу найти вот эту свою воронку и не хочу ей писать беспокоить ее ладно буду как-нибудь так попадать конечно немножко на тарелку проливается но ничего страшного и что-то я сделала 6 баночек я оботру их и наверное мало что не знаю сейчас посмотрим наверно точно будет мало ничего банки есть еще сейчас домою если что потом оботру каждую крышечкой закручу оботру и под шубку как обычно знаете же у нас уже вечер что-то подустала я что на целый день ложкаемся ложкаемся сделанного ничего не видно но все в движении а чё пока помоешь пока нарежешь пока собакам чтобы ужин приготовили а мы еще слушаем варим промежутках потому что время так и пролетает быстро и медленно точно наверно я ошиблась а вот это я делала точно повешу а вот это уже на глаз как не разобрал заблагорассудилась ну на вкус вкусно дают и же пробовала конечно там вообще кабачок аж прям тает в рту нежно 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 так что попробуйте с кабачком совету очень очень вкусно очень вкусно с огурцом понравился ну и кабачок не хуже а нет как раз останется нам с на пробу чуть-чуть ухватила 6 баночек 6 баночек вот получилось и как раз я возьму тарелочку так вот такую и как раз раз пробуем все равно когда остывает вкуснее потом становится когда горячий не поймешь не то что не поймешь он вкусный но холодным вкуснее сейчас крышками закрою а вот икру буду блендерить сейчас тоже она уже будет готова чуть-чуть приостынет крышки девчонки мальчишки хочу вам показать вблизи смотрите я в восторге вот честное слово даже не вру божественно это божественно сделал хоть гречки хоть на хлеб намазать да хоть куда я еще сделала такую остренькую немножко красота наверное я не останавливаюсь еще одну порцию сделаю ну чуток отдохну конечно кабачков валом хочу это посмотрите какая красота ну сейчас они еще подрастут и делаешь партию еще очень вкусно девочки даже не сомневайтесь кто любит вот такие салатики есть конечно люди которые не любят но кто любит красота и чё главное здесь затрат то не надо кабачок болгарский перец томаты масло все мне кажется себестоимость вообще выше вот как красивенько получается все я зато отнесу под шуму до утра пускай остывает и займу займемся икрой сыграй конечно чуть подольше повозимся ну думаю тоже будет не хуже ой девчонки финиш кажется близится смотрите что она блендерила рамках магазинная прям хочу чтоб ни одно ни одного комочечка не было но она еще пока горяченькая ну красотень 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 молодцы мы сегодня столько работы сделали правда же красиво мне нравится и вкус такой замечательный в общем чё сейчас мы вот стерилизуем баночки ой крышечки уже сейчас я тоже разолью и всего на сегодня хватит под шубу уберем и хорош не включаю чтоб не жужжать на камеру а так сейчас еще до блендерю немножко чтоб вообще ни единого комочка здесь не было видите густенькая такая а когда остынет она еще будет там видно как я когда остынет она еще будет гуще ведь его я довольна сегодняшним днем в общем мне нравится их у меня даже под конец вечера и рука набилась я уже наливаю без тарелочки попадаю про магазинная прям магазинная блендер творит чудеса раньше когда блендера не было мы никогда ее и не делали мне она и не нравилась а вот с блендером совсем другое дело я 6 баночек опять-таки приготовила или 5 шаги он до 5 там 2 еще до сейчас посмотришь 5 зальешь это обидно будет да если чё не долго домыть еще одна есть рецепт еще с майонезом делать но я никогда не делала с майонезом мне почему-то страшновато делать с майонезом но я знаю люди делают прям добавляют майонез ну вдруг правильно закиснет забродит часто майонез они же делаются некачественные настоящие домашний можно было бы конечно самим сделать майонез но это запарная уже честно слова не хочу вот мы все целый день убили конечно мы молодцы но мы его убили ни разу не присели не прилегли обалдеть шик картос прям как в магазине ты не различишь икра ссср назвать так а чё ты шубу то убрала я сейчас буду накрывать они на шубе не должны быть все девочки наш рабочий день окончен вот что у нас получилось раз два три четыре пять шесть семь восемь баночек и еще большая большая кисюшка мы оставили на покушать и вот этих вот шесть банок и тоже одна пиалочка на покушать все я закрываю теперь это вот так шубечкой до утра пока не остыну а потом спустим в погребочек все ребятки на сегодня все пишите свои комментарии ставьте мне лайки задавайте свои вопросы делитесь моим видео со своими друзьями и конечно же смотрите мою рекламу всем пока пока до завтра